Вряд ли кто-то решит поспорить с тем, что 2020 год выдался тяжелым. Это было выражено абсолютно во всем. Большая часть населения нашей страны столкнулась с трудностями в самых разных сферах жизнедеятельности. Кроме того, из жизни ушло огромное количество людей, как знаменитых, так и нет. Сегодня я хочу поговорить о первых. В 2020 году этот мир покинули многие актеры, музыканты и другие известные люди. Кто-то наверняка заявит, что с этой точки зрения 2020 год ничем не отличается от предыдущих лет. Я с этим не соглашусь. Только в декабре 2020 года этот мир покинули многие знаменитости. Вспомним их сегодня. 2 декабря 2020 года не стало актера театра и кино, театрального педагога, артиста-дубляжа, народного артиста Российской Федерации Бориса Григорьевича Плотникова. В фильмографии этого актера более 80 работ. Именно этим обусловлена его хорошая узнаваемость. Зрители помнят Бориса Плотникова по кинолентам «Восхождение», «Лес», «Дублер начинает действовать», «Обвинения», «Собачье сердце» и по многим другим работам. Борис Плотников покинул этот мир в 71 год от пневмонии. Актер покоится на Троекуровском кладбище Москвы. 9 декабря 2020 года из жизни ушел актер театра и кино Александр Владимирович Самойлов. За все время карьеры киноактера он успел сняться более чем в 90 проектах. Прежде всего, нужно выделить следующие фильмы с его участием. Сын председателя, ДМБ, «Две судьбы», «Близнецы», «Сицилианская защита», «На безымянной высоте», «Студенты», «Гонка за счастьем» и «Марш турецкого». Александр Самойлов ушел из жизни после продолжительной болезни в 68 лет. Он покоится на Ваганьковском кладбище в Москве. 9 декабря 2020 года этот мир покинул актер Вячеслав Иванович Езипов. Этот актер не часто снимался в кино, но был хорошо знаком гостям Малого театра. Впрочем, несколько фильмов с его участием выделить все же стоит. «Хождение по мукам», «Ася», «Взрослый сын», «День командира дивизии», «Пять минут страха» и «Марш турецкого». Вячеслав Езипов ушел из жизни в 79 лет. 11 декабря 2020 года свой земной путь завершил актер театра и кино, народный артист России Николай Николаевич Иванов. Из 70 фильмов и сериалов, в которых снимался Николай Иванов, прежде всего нужно выделить проекты «Вечный зов», «Россия молодая», «Обрыв», «Питва за Москву», «Морские дьяволы», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Дом у большой реки». Николай Иванов скончался в 77 лет. Причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Николай Иванов покоится на Комаровском кладбище. 12 декабря 2020 года не стала актера, режиссера и поэта Валентина Иосифовича Гафта. Наверняка каждый поклонник отечественного кинематографа видел фильмы, в которых снимался этот актер. Впрочем, это и не мудрено, ведь в его фильмографии свыше 200 работ. Мы помним Валентина Гафта, «Параллям в кинолентах», «Ночь на 14-й параллели», «17 мгновений весны», «Жеребий», «Таня», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Ольга Сергеевна», «Дневной поезд», «Короли и капуста», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гонки по вертикали», «Чародеи», «Восемь дней надежды» и по многим другим проектам. Валентин Гафт прожил достаточно долго. Он покинул этот мир в 85 лет. Причиной смерти актера стали последствия ранее перенесенного инсульта. Валентин Гафт покоится на аллее актеров Троекуровского кладбища. 13 декабря 2020 года из жизни ушел Андрей Борисович Сапунов. Многим поклонникам он известен как член группы «Воскресенье». Также в разные годы Андрей Сапунов был участником коллективов «Самоцветы», «Трио Сапунова», «Трио романов Сапунов-Кобзон» и других. Андрей Сапунов ушел из жизни в 64 года. Причиной смерти музыканта стала внезапная остановка сердца. Тело Андрея Сапунова было кремировано. 13 декабря 2020 года этот мир покинул Евгений Александрович Хорошевцев. С 2000 года и до конца своих дней он был диктором мероприятий президента, а с 2007 года – диктором парадов Победы. Евгений Хорошевцев прожил 76 лет. Он покоится на Троекуровском кладбище Москвы. 15 декабря 2020 года свой земной путь завершил российский актер театра и кино Юрий Васильевич Тузов. В фильмографии этого актера свыше 100 ролей. Абсолютное большинство из них – это мастерски сыгранные эпизоды и роли второго плана. Лично мне Юрий Тузов запомнился по кинопроектам «Кобра. Антитеррор», «Громовый дом надежды», «Две судьбы», «Счастливы вместе», «Ронетки», «Братаны», «Десантура», «Интерны», «След», «Карпов», «Молодежка» и «Светофор». Юрий Тузов покинул этот мир в 67 лет. 18 декабря 2020 года не стало актера, каскадера и постановщика трюков Массарского Александра Самойловича. В его фильмографии свыше 50 проектов. Над 15 из них он трудился в качестве актера, а в 41 киноленте был каскадером. Возможно, вы помните Александра Массарского по фильмам «Белое солнце пустыни», «Блокада» и «Агент национальной безопасности». Александр Массарский покинул этот мир в почтенном возрасте. Ему было 92 года. 20 декабря 2020 года из жизни ушел актер, сценарист и режиссер Георгий Георгиевич Кавторадзе. В фильмографии этого актера свыше 40 работ. К числу наиболее известных проектов, в которых снялся Георгий Кавторадзе, «Нужно отнести Белые камни», «Будь здоров, дорогой», «Кукарача» и «Возвращение Будулая». Актер прожил довольно долгую жизнь. Он покинул этот мир в 80 лет. 21 декабря 2020 года этот мир покинул писатель и сценарист Александр Ефимович Курлянский. Прежде всего, он был хорошо знаком большому числу людей как сценарист мультфильмов. Именно он написал сценарий к мультикам «Ну, погоди!», «Баба-яга против» и «Возвращение блудного попугая». Александр Курлянский прожил долгую жизнь. Он ушел в 82 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Декабрь уже подходит к концу. И я надеюсь, что до конца 2020 года нам больше не придется получать печальные известия. Я рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok